Здравствуйте, дорогие телезрители, дорогие подписчики канала Айверведа, канал о вкусной и здоровой пище. Итак, сегодня 9 марта и я приветствую вас на канале Айверведа, канал о вкусной и здоровой пище. Сегодня класс Боговатгиты и я хочу дальше говорить уже на тему Боговатгиты. Итак, в прошлый раз, да, я уже начала затрагивать несколько тем. Я посмотрела, да, я хотела начать сначала, то есть уже хотела начать с глав. Но начала и посмотрела, что оказывается там несколько разных тем. То есть там не только тема и тема Санатана Дхарма, да, что такое, что такое абсолютная истина, кто такие трансценденталисты. То есть много-много, что такое сознание. Я затронула, да, что 5 типов взаимоотношений, кто такие бахты. Я затронула очень много разных тем, поэтому переходить уже к началу изучения Боговатгиты, да, еще рано. Вот, то есть нужно как бы вот такое предисловие, вступление, да, потому что видение здесь в Боговатгите очень большое видение. И мне когда-то говорила одна преданная, бабушка, да, говорила, что книгу надо читать от корочки до корочки. То есть и введение тоже надо изучать. И поэтому, да, вот здесь вот введение очень много разных тем. То есть здесь не только одна тема. И прежде чем, да, перейти к изучению самой Боговатгиты, да, изучать главы, сегодня я хочу вот пройти по каждой теме. То есть не только сегодня, да, но в течение нескольких уроков пройти по каждой теме. Потому что в предыдущий раз я затронула несколько тем. Это не одна была тема, да. И, итак, давайте начнем с... Да, это у нас введение. Итак, давайте начнем с... Опять с самого главного, с молитвы. ПОДПИСЫВАНИЕ 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 Итак, я прочитала, да, основную молитву, которую мы начинаем читать перед изучением Боговатгиты. Итак, сегодня, да, мы затронем первую тему. Это первая тема наша. Начнем прямо сначала, да, с введения. И так, потому что, да, я посмотрела, здесь очень много разных тем. То есть введение, на самом деле, оно затрагивает разные темы. То, что в самой Боговатгите, да, все это будет встречаться. Но вот именно введение, оно захватывает очень много разных тем. Итак, Боговатгита, да, что такое Боговатгита? Боговатгита известна также под названием Гита Панишат. Она суть ведического знания и одна из наиболее важных у Панишат в ведической литературе. Итак, Боговатгита, да, Боговатгита. То есть я уже говорила, да, что Боговатгита – это сам Господь. Это сам Господь в своей, как бы, вот форме книги. Поэтому Боговатгиту следует читать в спокойном состоянии Духа, в умиротворенном состоянии. И обязательно, да, так как здесь главный герой – это Кришна, верховная личность Бога, обязательно должны мы иметь уважение к этой личности, да, почтение. Мы должны понимать, что Кришна не просто обычный человек, что это верховная личность Бога, что это личность, да, что это не просто что-то такое, но это личность, да, Бог – это личность. Поэтому мы должны в первую очередь, да, это понимать. И вот с таким умонастроением мы должны изучать Боговатгиту. Даже вот прикасаться к ней, да, брать её в руки, мы должны с почтением, с великим почтением, с уважением, да. И тогда нам будет открываться Боговатгита. Итак, рассказчик Боговатгиты – сам Господь Шри Кришна. Он упоминается на каждой странице Боговатгиты как верховная божественная личность Бога Ван. Что такое Богован? Ну, Богован – это санскритское слово, да, санскрит сам по себе – это священный язык, на котором написаны все шастры ведические. То есть вся ведическая мудрость, да, вся ведическая литература, она записана именно на санскрите. И вот Богован – это на санскрите верховная божественная личность. Пха – Пхагаван. Написано, да, что слово Пхагаван иногда может относиться к любой могущественной личности или любому могущественному полубогу. И здесь без сомнения слово Богован указывает на Господа Шри Кришну, как на великую личность, но вместе с тем мы должны осознавать, что Господь Шри Кришна – есть верховная божественная личность, что подтверждается всеми великими ачариями, духовными учителями, такими как Шанкарачария, Рамануджачария, Мадхвачария, Нимбарка Свами, Шри Читани Махапрабху и многими другими признанными знатоками вед в Индии. Итак, еще, да, сам Господь Бхагавадгити также утверждается, что Он – верховная божественная личность. И как таковой Он принимается в Брахма Самхите во всех Пуранах, в частности в Шримад Бхагаватам, называемый еще Бхагавата Пурана. Кришна – сто Богован Своям. Поэтому мы должны принять Бхагаватгиту, так как это указывается самой божественной личностью. И в четвертой главе Гите Господь говорит Имам – вивасвати югам практаван ахам ав яям, вивасван манаве праха манур икшвакаве бравит. Эвам парам пара праптам имам раджар шаю ведух. Здесь Господь сообщает Арджоне, что об этой системе йоги, описанной в Бхагавадгите, сначала было поведано Богу Солнца. Богу Солнца объяснил ее ману. Бог Солнца – это Господь Вивасван. И он поведал уже Бхагавадгиту, то есть он был в первой цепочке преемственности. Бог Солнца – Вивасван. Потому что изначально Бхагавадгита не пришла в человеческое общество. То есть сначала она передавалась именно, вот, так сказать, была передана, то есть Бхагавадгита, она для царей была предназначена, для царского рода, для богов. Так как Господь Солнца – это Бог, Бог Солнца, да, Вивасван. Поэтому Бхагавадгита передавалась именно богам. Она была предназначена, да, для богов. Потом уже она пришла, когда в человеческое общество, около двух миллионов лет тому назад, она пришла в человеческое общество. И здесь уже она передавалась в человеческом обществе. Но изначально, да, она передавалась именно вот по преемственности также. И началась она с бога Солнца Вивасвана. И затем уже бог Солнца объяснил её Ману, а Ману объяснил её Икшваку. И таким образом, путём ученической преемственности от одного рассказчика к другому, эта система йоги передавалась далее. То есть Бхагавадгита – это целая система. Да, это не просто, но это, во-первых, да, это диалог двух великих личностей – Кришны и Арджуны. Да, но это также ещё и сама система йоги. Сама система йоги. Да, это не просто, это не просто вот какой-то диалог. Да, это сама система йоги. Да, и вот дальше, с течением времени, да, эта цепочка, как бы она была утеряна, она была утрачена, преемственность. И поэтому Господь должен был снова поведать о ней, на этот раз Арджуне на поле битвы Курукшетра. То есть следующим преемником стал Арджуна. Арджуна. Почему Арджуна? Потому что Арджуна был великим, во-первых, он был великим преданным до Господа, он дружил с Кришной, он был слугой Кришны, да, он уважал Кришну, он покорно, он преклонялся перед Кришной. Поэтому он стал новым звеном в цепи ученической преемственности, да, именно Арджуна. И именно Кришна выбрал такое необычное место, да, Курукшетру. То есть Курукшетра считается священным местом, местом паломничества, святая земля, Курукшетра. Поэтому именно здесь, да, Кришна поведал Бхагавадгиту Арджуне. Он говорит Арджуне, что раскрывает ему эту высшую тайну, так как Арджуна его друг и его преданная слуга Бахта. Таким образом, Господь даёт понять, что этот трактат Бхагавадгита прежде всего предназначается для его Бахта. Но кто такие Бахта, да? Существует пять типов взаимоотношений, да, пять типов взаимоотношений с Господом. То есть мы можем, просто человек может верить в Господа, да, но не служить ему. Да, это называется Бахта в пассивном состоянии. То есть это все Бахты. Но есть Бахты в пассивном состоянии, да, а есть Бахты в активном состоянии. То есть Бахта по-другому Бахта – это слуга, это тот человек, да, который верит в Бога. То есть Бахта, да, на санскрите это Бахта. Но если вот перевести на русский язык, да, вот таким простым словом, то Бахта – это тот человек, который верит в Бога, да, который верит в существование Бога, который, может быть, он верит, да, но он ещё не служит Богу. То есть это называется Бахта в пассивном состоянии. То есть он понимает, да, что этот мир придуман не просто так, да, что его кто-то придумал, что им кто-то управляет, что здесь находится под контролем, да. Даже есть такая пословица, что даже и травинка не шелохнётся без приказа Господа, да, то есть без его воли, да, что на всю волю Бога. Поэтому вот это называется Бахта, да, в пассивном состоянии. Есть Бахта в активном состоянии. То есть это те люди, которые уже, они хотят служить Богу, да, они уже понимают, что являются частичками целого, да, божественного целого, и они уже начинают служить Господу. Вот, и здесь как бы, здесь несколько, несколько типов, да, взаимоотношений. То есть можно быть с Богом как с хозяином, да, например, хозяин и слуга. То есть, ну вот, например, хозяин и слуга, да, такие могут быть отношения, то есть как бы отношения такие, как вот, например, если брать мир материальный, да, как, например, подчинённый и директор генеральный, да, например, управляющий, да, то есть когда мы приходим на работу, понятно, что один подчинённый, да, один находится в подчинении, то есть он служит своему хозяину, да, а другой им управляет. То есть вот возьмём некое такое предприятие, да, предприятие, либо даже какой-то магазин, да, или это магазин, или какой-то офис, или это, ну, что-то, какое-то предприятие, да, или это государственное учреждение будет, или это коммерческое будет какое-то предприятие. Даже возьмём детский сад, да, и человек приходит на работу, да, Это работа для него. Он приходит для того, чтобы заработать деньги и для того, и понятно, что он, конечно, служит. Да, он служит. То есть здесь вот как раз отношение, да, господин и слуга. То есть он служит, но он служит, конечно, он служит за деньги, да, чтобы получить деньги какие-то. Не просто так, да, не за бесплатно, но он выполняет за это какую-то работу. И здесь такие отношения, вот как господин и слуга, да, то есть один находится, директор, да, существует у каждого предприятия, у каждого учреждения, существует главное какое-то лицо ответственное, да. Он же является, это либо какой-то начальник, да, либо это какой-то управляющий, да, либо заведующий существует, то есть какое-то ответственное лицо, либо это генеральный директор его ещё называют. То есть это господин, да, по-другому, вот такой же Кришна, такой же господин, как тот же самый начальник, который управляет вот этим вот магазином, либо каким-то учреждением, да. То же самое правитель государства, да, то же самое он является таким же управляющим, таким же начальником, таким же царём, да, является, то есть он управляет государством. И это тоже, как бы, господин, да, господин ему все подчиняются, он находится, у него находятся люди в подчинении. И Господь, да, верховная личность Бога, такой же Господин, в его подчинении, да, находится вся планета, вся земля, да, вот множество, множество, да, множество вот этих маленьких джив, да, мы, мы маленькие дживы. И все мы находимся в его подчинении, то есть вот этот мир, да, эта Вселенная, это как бы вот такое государство, да, это вот такое, как бы, учреждение, можно так сказать, да, это вот та же самая работа, да, и здесь, на этой работе, да, Вселенная, это как маленький организм, да, это как тот же самый детский сад, как тот же самый магазин, да, и здесь все заняты какой-то деятельностью. Вот как даже взять на примере муравейника, да, муравейник, то есть если мы посмотрим на муравейник, мы видим, как муравьишки, они трудятся с утра до ночи, да, они бегают, они что-то делают, то есть мы видим, да, что есть главные, да, есть ответственные муравьи, а есть муравьишки в подчинении, которые подчиняются, да, главному. Вот то же самое здесь, здесь такое же самое предприятие, это наша Вселенная, и главная здесь верховная личность Бога, Богован, Шри Кришна, да, Господь, так его назовём, и мы все маленькие дживы, все живые существа, мы ему подчиняемся, и каждый выполняет свою какую-то работу, да, каждый занимается какой-то своей определённой деятельностью, да, занят. И это вот господин и слуга, то есть также и на работу, да, мы приходим, то есть генеральный директор есть, да, вот эта вот схема сама, да, есть управляющий, есть подчинённый, то есть он как бы выступает в роли слуги, да, потому что он служит этому хозяину, пусть даже за деньги, да, пусть даже не за бесплатно он это делает, да, но всё равно он приходит, он выполняет какую-то работу, да, он занимается какой-то деятельностью, значит, он выступает в роли слуги, то есть вот такие отношения, господин и слуга, то есть здесь вот как бы такие отношения, они, как бы, ну, покорные такие, да, то есть здесь господь, он такой великий, да, он такой независимый, но джива, она такая маленькая, то есть она покоряется, да, господину, то есть она находится как бы во власти господина, да, поэтому вот здесь такие отношения, то есть они как бы на дистанции отношения, да, то есть здесь господь главный, да, господь главный, а все остальные его подчинённые, вот это отношения, да, господин и слуга, это пассивное состояние, вот, но, то есть это активное состояние, да, это уже активное состояние, дальше второе, это в качестве друга, в качестве друга, то есть здесь такие отношения, как, например, ну, вот возьмём даже пастушек, да, которые дружат с Кришной, да, пастушек, пастушков, да, когда Кришна идёт в лес пасти коров, да, то там он пасёт коров со своими друзьями, да, и вот там они забавляются, они там играются, они там кушают, да, он берёт с собой еду, и они там кушают, вот, и это вот такие отношения дружеские, они играются, они забавляются, то есть там Кришна-бог, да, господин и слуга, здесь Кришна уже другом выступает, в роли друга. Третья, третья ступенька, да, это в качестве матери или отца, ну, это на примере мамы Ешоды и папы, папы, да, Махараджи Нанданы, это вот родители, да, родители Кришны, то есть здесь Кришна выступает ребёнком, и его мама и папа, они выступают в роли его родителей, то есть сам Бог, да, сам Бог, но он в разных ролях, и вот это следующая, следующая, как бы ступенька, да, в качестве матери или отца, это родительская любовь. И здесь, значит, родительская любовь, да, здесь мама Ешода ухаживает за Кришны, она ему готовит еду, она держит его на коленях, они его воспитывают, то есть он маленький младенец, он лежит, лежит в люльке, да, и он, то есть в роли, выступает в роли маленького младенца, хотя это Господь, да, это Господь, он остается Господом, но он в разных таких ролях, да, и следующая ступенька, это в качестве возлюбленного супруга, но это вот на примере как раз девушек-враджа, да, девушек-вриндавана, гопи, гопи, да, гопи, это они, даже вот не гопи, а вот возьмём даже Радику, Радика, да, Радика – это вот пример как раз возлюбленное, да, отношение возлюбленного супруга, это Радика. Радика, она любит Кришну, она, ну, она постоянно находится в мыслях, у неё постоянно Кришна, да, и также вот девушки-враджа, гопи, да, гопи, они тоже думают о Кришне, они тоже служат Кришне, и в мыслях служат Кришне, вот, это вот следующая ступенька, да, в качестве возлюбленного супруга. Арджуна был в дружеских взаимоотношениях с Господом, да, и возьмём ещё Арджуна, вот тоже пример, да, пример дружеских отношений, это Арджуна, Арджуна, да, он был другом для Кришны. Арджуна был в дружеских взаимоотношениях с Господом. Каждый состоит в каких-то взаимоотношениях с Господом, здесь написано. И эти взаимоотношения определяются степенью совершенства преданного служения. То есть, что здесь, что здесь имеется в виду? Насколько мы верим в Господа, да, насколько мы хотим, да, чтобы он был для нас кем-то, то есть, какую роль мы хотим, чтобы он выбрал для нас, да, такие будут взаимоотношения. Если мы, например, на длинной дистанции, да, с Господом, если мы не хотим Ему служить, да, ну, мы просто верим, да, ну, мы не хотим Ему служить, то есть, это пассивное состояние. Если мы хотим Ему служить уже, да, и, то есть, мы сами выбираем, да, в каких отношениях мы хотим быть с Господом. Кто, кто он для нас будет? Или он будет для нас супругом, да, или он будет для нас другом, или он будет для нас возлюбленным, да, или он будет для нас сыном, да, и здесь мы уже сами выбираем, какую роль, какую, какую роль будет играть Господь, да. И это называется, каждый из многих и многих биллионов и триллионов живых существ на вечные времена имеет определенные взаимоотношения с Господом. Это называется сварупа. Сварупа. В процессе преданного служения человек может возродить их. И эта стадия называется сварупа ситхи, совершенствующего либо изначального положения. То есть, то, что вот тело, да, наше тело, это, как бы, наша внешняя оболочка, это, ну, это роль определенная, которую мы играем в этом мире, да, материально. Но есть у каждого вот это вот тело, да, тело изначальное. Оно называется сварупа. То тело, да, которое вот, как бы, спрятано, да, под этим материальным телом. То есть, верх, да, верх – это вот, как бы, одежда такая. И мы здесь играем разные роли, да, в материальном мире. То есть, мы не являемся теми, кем мы находимся в этом мире материальном. Это не наше тело. Мы просто играем роль. Мы просто сюда пришли, да, с определенной какой-то миссией, вот, душа воплотилась в этом теле. Но на самом деле, да, это всего лишь верхняя одежда, оболочка. То есть, сварупа, сварупа – вот это наше изначальное положение. Наше изначальное положение – сварупа. Итак, Арджуна был бахтой и находился в дружеских отношениях со Всевышним Господом. Следует отметить, как Арджуна принял боговат Гиту. Об этом говорится в 10 главе. Арджуна увача, парам брахма, парам тхама, по витрам парамам бхаван, по рушам шашватам девьям, азидывам, аджам випхум. Арджуна сказал, ты – верховная божественная личность, ты – конечный обитель, ты – счастейший, ты – абсолютная истина, ты – вечный, трансцендентальный, ты – изначальная личность, ты – нерожденный, ты – величайший. Все великие мудрецы, такие как Нарада, Асита, Девол и Вьяса подтверждают, что это – истина. А теперь ты сам объявляешь мне об этом. О, Кришна, я полностью принимаю как истину все, что ты сказал мне. То есть, Кришна сначала думал, что Арджуна думал, что Кришна – обычный человек. То есть, он не воспринимал Кришну как верховную личность Бога. И поэтому он к нему относился, ну, как к другу. Но потом, когда на поле битвы Кругшетра, да, Господь открыл ему вот эту Боговадгиту, поведал, да, когда он показал свою изначальную форму, четырехрукую свою форму, да, открыл перед Арджуной. И тогда Арджуна понял, что Кришна – необычный человек, что ты – верховная личность Бога. И тогда вот он сказал, о, Господь, да, если бы я знал, что ты являешься верховной личностью Бога, конечно, я бы к тебе не относился так, как к другу. Выслушав Боговадгиту от верховной божественной личности, Аджуна принял Кришну как парам-брахму, высшего брахмана. То есть, каждое живое существо, да, в этом материальном мире является брахманом. Брахман – это значит, ну, это значит то, что принадлежит к высшей природе. Да, то есть, каждое живое существо – это личность. И каждое живое существо имеет высшую природу. То есть, каждое живое существо является брахманом. Но верховная личность Бога является пара, пара-брахманом, высшим брахманом. Каждое живое существо… Здесь опять написано «да брахман», но высшее живое существо или верховная божественная личность Есть высший брахман. Парамдхама означает, что он высший покой или обитель всего. Павитрам означает, что он чистый, его не может коснуться материальная скверна. Пурушам означает, что ему известно высшее наслаждение. То есть у него много имен. Шашватам – изначальный, Диньям – трансцендентальный, Аддедевам – верховная божественная личность, Аджам – нерожденный и Випхум – величайший. Можно было бы подумать, что поскольку Кришна был другом Арджуны, Арджуна говорил ему все это из лести. Но Арджуна, дабы не возникали у учителей и боговадгиты такого рода сомнения, подкрепляет эти восхваления в следующем стихе, когда говорит, что Кришна принимается как верховная божественная личность не только им, но и такими авторитетами, как мудрецы Нарада, Асита, Девала, Вьясадева и другие. Эти великие личности, распространявшие ведическое знание в том виде, в каком оно принимается, всеми очариями. Поэтому Арджуна говорит Кришне, что он принимает все сказанное им за законченное и совершенное. Сарвам – это ритам манье. Все, что ты говоришь, я принимаю за истину. А Джуна так говорит, что личность Господа очень трудно осознать и что это недоступно даже великим полубогам. Это значит, что Господь не может быть осознан даже личностями более великими, чем люди. Тогда как же человек может понять Шри Кришну, не став его бахтой? То есть обязательно человек, который изучает Бхагавадгиту, который начинает изучение Бхагавадгиты, он должен находиться в смиренном состоянии духа. Он должен принимать Кришну как верховную личность Бога. То есть он не должен принимать Кришну как будто бы он равен Кришне, он находится на одной ступени с Кришной. Но принимать так, как Кришна является верховной личностью Бога, что Кришна не просто обыкновенная личность или даже величайшая личность, но Кришна является самой верховной божественной личностью. Именно в таком состоянии духа, в таком умонастроении изучать Бхагавадгиту. Итак, что же такое Бхагавадгита? Цель её – вырвать человечество из неведения материального существования. Каждый человек постоянно сталкивается с многочисленными затруднениями. То есть вот так же и у Арджуны. У нас в этом материальном мире мы испытываем тройственные страдания. Мы испытываем страдания, которые доставляет нам наше тело материальное. Наш ум. Мы испытываем страдания, которые доставляют нам другие живые существа. Те же самые животные, например, те же самые насекомые. Мы испытываем страдания, когда нам доставляют, например, ну какие-то происходят ситуации такие, да, наводнения, землетрясения. То есть, ну вот то, что от нас не зависит, да, и мы тоже испытываем от этого страдания. И вот это всё, да, доставляет нам страдания. Это всё проблемы, которые мы не решаем, да, не решаем. То есть мы пытаемся как бы плыть по течению и принимать именно вот жизнь такая, какая она есть, да. То есть мы... Поэтому вот даже Арджуна, да, Арджуна 5000 лет назад находился именно вот в таком же затруднительном положении, да. Он думал, сражаться ему или не сражаться, да. Он... ему не хотелось сражаться со своими братьями, потому что, да, он был благочестивый, он был добрый человек, да. Это была святая личность, он был предан и Господа, поэтому он... Ему сложно было сражаться со своими кровными родственниками, да, убивать, тем более убивать. Поэтому Арджуна столкнулся, да, вот с этой проблемой, сражаться ему или не сражаться, или ему уйти в лес. И тогда Кришна, да, открыл ему Бхагавадгиту. И каждый человек находится именно, да, в таком вот затруднительном положении. То есть каждый день мы сталкиваемся с какой-то проблемой, с какой-то проблемой. Каждый день, каждое живое существо сталкивается в этом материальном мире с какой-то проблемой. И вот поэтому здесь Бхагавадгита, да, это вот именно как наша палочка-выручалочка, как инструкция. Инструкция к применению. И также Арджуна находился в сложном положении. Но Арджуна подчинился Шри Кришне. И в результате ему была поведена Бхагавадгита. И здесь написано, что, в принципе, мы не предназначены для того, чтобы нам грозило несуществование, да. Наше существование вечно, но тем или иным путём мы вернуты в Ассад. Вот здесь такой ещё термин, да, Ассад. Ассад, что это означает? Это то, что не существует. То есть есть Сад, да, а есть Ассад. Вот Господа, Господа называют Сад, Садщитананда, Верховная Божественная Личность, да, Садщитананда. Вечность, Знание, Блаженство. Сад – это Вечность, Знание – это Чит, а Блаженство – это Ананда. Это Верховная Личность Бога. И так как каждое живое существо является частичкой Господа, да, мы также являемся вечными по природе. Вечными по природе. Поэтому наше состояние, да, наше состояние – Сад. Сад. Из множества страдающих людей, лишь немногие действительно задаются вопросом о своём положении, о том, кто они и что, почему их существование полно трудностей. Если человек не пробуждается настолько, чтобы задать вопрос, почему он страдает, если он не осознаёт, что он не хочет страдать, но хочет избавиться от этих страданий, то его нельзя считать совершенно человеком. То есть, когда начинается человек, человек начинается тогда, когда он задаёт вопрос, да, а кто я, а кто я, да, а кто я в этом мире, почему я страдаю, что будет со мной после этой жизни, откуда я пришёл, да, что я здесь делаю. То есть, вот когда он начинает задавать себе эти вопросы, да, почему я страдаю, я не хочу страдать, почему я каждый день встаю, да, хожу на работу, почему я нахожусь в этом рабстве, да, вот когда такие вопросы будут, встанут перед человеком, да, с этого момента его можно назвать человеком, до этого момента он подобен животному. Это животная жизнь, да, вот посмотрите на кошек, на собак, на тех же самых, то есть мы видим, да, как они живут, вот в принципе, да, мы на слов, да, на вьючных животных, то есть не зря людей называют подобные, люди подобные ослам, вьючным животным, то есть мы люди, да, мы уподобляемся животным, то есть мы ведём животную жизнь, да, мы также едим, также совокупляемся, также наслаждаемся в этой жизни, да, спим также, то есть если посмотреть на животных, братьев наших меньших, да, они ведут такую же жизнь, да, они тоже совокупляются, они тоже приносят потомство, они тоже кушают, они тоже наслаждаются, и мы ничем, как бы, не лучше животных, да, мы ничем не отличаемся от тех же самых кошек, от тех же самых собак, от тех же самых других зверей, да, ничем не отличаемся. Но человек является человеком разумным, да, ему дан разум, поэтому человек, который начинает задавать вопросы, да, а кто я, а почему я нахожусь в этом мире, да, для чего я сюда пришёл, почему я страдаю, я не хочу больше страдать, да, почему я болею, я не хочу больше болеть. Вот с этого момента начинается человек, потому что животное, оно не может говорить, животное, оно не может мыслить, поэтому они менее осознающие животное, поэтому у животных нет таких мыслей, вот они просто пришли в этом теле животных, и они вынуждены влачить своё существование в этом теле до конца жизни. Поэтому, но человек находится в человеческом теле, да, у человека больше возможностей, у человека более огромный потенциал, чем у животных. Он может говорить, он может мыслить, да, у человека есть ум, у человека есть разум, у человека есть пять органов чувств, да, у него есть язык, у него есть глаза, он может говорить, да, он может слушать, он может передавать знания, то есть вот эти пять органов чувств наши, они для того и даны нам, да, для того, чтобы получать знания и передавать эти знания другим людям, то есть не просто так, да, нам даны вот эти все органы, глаза, уши, нос, язык, да, мы ходим, мы передвигаемся, мы занимаемся какой-то деятельностью в этом мире, и если эта деятельность не направлена на духовное, да, если эта деятельность не направлена на верховную личность Бога, значит, эта деятельность является бы несмысленной, потому что живые существа, они тоже двигаются, живые существа, они тоже выполняют какую-то деятельность, да, Они тоже, вот мы видим, что они тоже чем-то заняты, да, в течение, в течение даже дня, да, вот посмотрим, те же самые насекомые, да, те же самые животные, они также передвигаются, они также кушают, они также, у них какая-то своя жизнь, животная, да, но мы недалеко ушли от животных, да, если мы делаем то же самое, что и животные, да, если мы плывём по течению, мы недалеко ушли от животных, поэтому здесь написано, да, в Брахма-сутре, это называется Брахма-джигьяса, Атхато Брахма-джигьяса, любая человеческая деятельность должна считаться бессмысленной, если человек не задается вопросом о природе абсолютного, поэтому те, кто начинает спрашивать себя, почему они страдают или откуда они пришли и куда они направляются после смерти, способны понять Бхагавад-гиту. Искренний ученик также должен непоклебымя верить в Верховную Божественную Личность, и таким учеником был Арджуна. Господь Кришна нисходит на землю главным образом для того, чтобы вновь утвердить истинную цель жизни, когда человек забывает о ней. Даже тогда из многих и многих пробудившихся людей может быть найдётся только один, кто действительно проникнется духом понимания своего положения, вот и для него поведана Бхагавад-гита. Будучи другом Господа Кришны, Арджуна был выше всякого неведения, то есть Арджуна был к шатрии, он был великим лучником, он был из царского рода, он был царём, но тем не менее даже он был вернут в это состояние, когда он не знал, что ему делать, да, когда он не знал, что ему делать, какое принять решение, или ему уйти в лес, или ему остаться на поле битвы, да, хотя он не хотел сражаться, он не хотел убивать, но тем не менее, да, он был вернут в это состояние. Содержание Бхагавадгита даёт возможность осознать пять основных истин. Но это вот уже, да, это уже следующая тема. Сегодня я хочу закончить, да, закончить именно вот на этой теме, да, время уже 42 минуты. Да, значит, вот мы остановились именно вот на этой теме. Итак, в следующий раз, да, мы поговорим уже о истинах, о пяти основных истинах. Ну а на сегодня всё. Всем я желаю хорошего дня, хорошей погоды и хорошего настроения. Увидимся в следующем выпуске.